Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». А в нашей студии Николай Матросов, арт-директор «Кафе Фонтан». Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Говорим мы с вами сегодня о таком любопытном фестивале, как «Мус Энерго Тур». Одно название интригует. Давайте напомним, в который год это чудо у нас происходит и, собственно, что оно символизирует, с каким посылом. Этот фестиваль в этом году уже будет в третий раз. Третий год подряд мы его проводим. Вернее, не проводим, а принимаем, правильнее сказать, потому что это фестиваль-гастролер. Это вообще такой уникальный формат, потому что есть большой подвижник джазовой и вообще всякой нестандартной музыки в Москве, Юрий Леноградский, который собирает из многих стран необычных, самых интересных, самых музыкантов, которые находятся, скажем так, на острие современной музыки, каждый из которых разрабатывает какое-то свое собственное направление музыкальное, ни в коем случае не в общей волне. Вот этих людей он собирает, сажает в автобус и провозит по стране каждое лето. Третье лето подряд уже это будет происходить. А почему Рязань так полюбилась музыкантам? Потому что в Рязани большие джазовые традиции, потому что у нас есть джаз-кафе «Фонтан», с которому, кстати говоря, 13 лет уже будет в этом году. И у нас есть Геннадий Филин, руководитель группы «Филинс», у которого обширнейшие связи в джазовой среде. И поэтому Рязань вообще очень авторитетна в этом мире именно в силу этих причин. И у нас есть публика, которая за 13 лет существования джаз-кафе, не говоря уже о предыдущих годах, когда проводились большие джазовые фестивали, когда был Александр Семечкин, многими любимый саксофонист, в Рязани подготовленная публика, и она замечательно реагирует, и музыканты очень любят к нам приезжать и выступать. Рязани подготовленная публика А публика ожидает даты концерта любого, всегда? И как это все происходит, взаимодействие? Или есть какая-то категория людей, которые действительно им близок джаз? Они чувствуют так, как джазовые музыканты? Вы знаете, есть разные категории. Есть, конечно, публика, которая уже много лет ходит на джаз, любит эту музыку и ждет буквально каждого концерта. Есть люди, которые приходят на атмосферу. Ведь джаз такая музыка... Многие думают, что джаз нужно понимать. Чушь собачья, скажу вам честно. Не нужно ничего понимать. Нужно просто быть открытым душой, быть готовым воспринимать музыку. Воспринимать даже не музыку, а те волны, которые в тебя идут со сцены от музыкантов. То есть не нужно ожидать чего-то такого, что вот каких-то конкретных размеров, ритмов, припевов и так далее. А просто быть готовым воспринимать то, что есть. Если ты к этому открыт... Не выбивайся из атмосферы. Да, совершенно верно. Если ты к этому открыт, то ты обязательно вступишь в резонанс с тем, что идет со сцены от музыкантов, и получишь невыразимое наслаждение. А есть возможность пообщаться с музыкантами? Публика, которая приходит, может быть, есть какой-то вопрос-ответ, какой-то формат такой. Отличный вопрос. Спасибо вам большое за него. Вот как раз чем отличается джазовое кафе от концертных залов? Вот именно этим. Тем, что здесь, ну, казалось бы, в концертном зале там лучше звук, никто не гремит вилками, никто не ходит между столиками. Сидишь, слушаешь музыку, внимаешь. А в кафе много вроде бы каких-то отвлекающих факторов. Но здесь создается атмосфера, когда музыкант, вот он перед тобой, да, ты можешь подойти к нему между песнями, в антракте, перед концертом, после концерта, пожать руку, поговорить, сфотографироваться. И это постоянно происходит. Постоянно, конечно, во время концерта, когда у нас что-то необычное, когда к этому атмосфера располагает, мы общаемся с музыкантами. То есть я выхожу на сцену, задаю какие-то вопросы. Например, какие? Геннадий Филин. Ну, мы стараемся, во-первых, представить музыкантов, когда какие-то необычные люди к нам приезжают, чтобы они рассказали немножко о себе, о своем взгляде на творчество, о своем взгляде на музыку. Мы стараемся выводить из них что-то такое очень интересное. Вот, допустим, Анатолий Кузнецов у нас, Алексей Кузнецов у нас был в прошлом году, наш величайший джазовый гитарист российский. Вот, и мы буквально после каждой композиции с ним разговаривали, он рассказывал интереснейшие вещи о своей гитаре, о том, как он пришел к этой музыке, о том, как он занимается с учениками, о том, что он хочет выразить музыкой. То есть, ну, это было просто вот заслушаешься, что называется, не только его музыкой, но и его рассказом. А самый интересный участник вот этого фестиваля, на ваш взгляд, кто? Вы знаете, я бы выделил... Ну, во-первых, выделять, конечно, здесь очень сложно, потому что вот шесть групп в этом году будет, а на каждой имеет абсолютно непохожее лицо, но на другое. То есть, это совершенно музыка ни на что не похожа. Не то, что друг на друга, а вообще. Но, тем не менее, если уж вы спрашиваете, я бы выделил двух участников. Во-первых, Элда Аллан Блессин. Это французский гитарист. Неизменный, кстати говоря, участник фестиваля. Третий год подряд уже будет участвовать. И он является художественным руководителем фестиваля. Он сочетает в своем творчестве такие... То есть, направление, широчайший совершенно диапазон от прогрессивного рока. И заканчивая этнической корневой музыкой, у него жена турецкая певица, которая как бы ему открыла музыку вот Турции, Черного моря, вот этого Средиземного моря, Балкан. Понимаете? И вот у него это все сочетается. Совершенно невероятный микс получается на выходе. То есть, что-то совершенно потрясающее. И он вокруг себя собирает таких же музыкантов, которые также широко музыкально мыслят. Ну, вот, в общем говоря, в прошлом году его выступление меня просто потрясло. Просто вот смотришь и не можешь оторваться. То есть, казалось бы, там нет каких-то ярко выраженных мелодий. Но вот каждый переход от ноты к ноте, вот это все просто затягивает тебя в этот мир и не может отпустить просто. А кто еще? Второй – это норвежский. Вот сейчас я, поскольку он будет у нас первый раз, я небольшую шпаргалочку себе возьму. Норвежский тубист Даниэль Херскидал. Даниэль Херскидал. Тубист – это тот, кто играет на тубе. То есть, самый огромный, самый здоровый такой духовой инструмент – вот эта вот толстенная туба. Он в 2013 году участвовал в фестивале ледяной музыки. Можете себе представить инструменты, вырезанные изо льда? Потрясающе. Температура минус 15 градусов. И музыканты на них играют по-настоящему, вживую. Вот он был участником этого фестиваля. Он, конечно, к нам, ну, летом, конечно, нельзя привезти с собой тубу изо льда. А сколько же времени позволяют играть такие музыкальные инструменты? Вы у него не интересовались еще? Вот приедет, поинтересуемся. Мы же его первый раз увидим. Просто состав музе-энергатуры каждый год разный. Вот Алан Блессинг, как художественный руководитель, он каждый год приезжает. А все остальные меняются. То есть, здесь нет тех, кто был в прошлом году. То есть, будут уже совершенно новые музыканты. А вы для них какую-то культурную программу готовите? Рязань тоже город достаточно интересный, любопытный. Тем более для приезжих. Есть что показать? Чем они интересуются? Что они о нас думают? Нет, ну, музыканты всегда интересуются. Безусловно, вот местом, куда они приезжают, его историей, культурой, как бы его этническими какими-то особенностями всегда интересуются. Если у них есть время, потому что, ну, все-таки, как бы, поездка на автобусе – это достаточно утомительная штука, когда у тебя почти каждый день концерты, ну, или, там, через день, и если ты приезжаешь, там, допустим, в обед, и у тебя вечером концерт, то у тебя остается время только, там, покушать, немножко порепетировать, концерт и дальше. Если же музыканты приезжают заранее, допустим, накануне, да, ночуют, то у них есть первая половина дня для того, чтобы походить по городу. И они всегда спросят – поводите нас, покажите нам местные красоты. Ну, естественно, мы их ведем в Кремль в первую очередь. И всех поражает, конечно, Рязанский Кремль. Я еще не слышал, вот не видел ни одного человека, который бы не был потрясен нашей архитектурой и просит рассказать, когда это было построено, какими князьями это было построено. Вам приходится учить историю перед такими встречами, вспоминать. Ну, безусловно, конечно, конечно, приходится. Ну, это же здорово. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ Давайте напомним еще раз, что, где, когда, чтобы рязанцы не пропустили. Ближайший четверг, 18 июня, кафе «Фонтан» в здании Муниципального культурного центра на Площади Победы. Конечно же, лучше заранее позвонить и забронировать себе место. 96 36 04 наш телефон. Спасибо за эту встречу. Не пропускайте главные культурные события нашего города. Это была программа подробностей. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!